Представьте, что вам нет и пяти лет. На ваших глазах фашисты убивают и пытают родителей. Кругом горят деревни, за малейшую провинность могут казнить, а вас, несмышленую дитяти, угоняют в рабство на Запад. Для вас нет ни ясного неба, ни родной земли, а только яростная немецкая хенде-хох и тяжелая работа на чужбине. Это суровая реальность Отечественной войны, которую называют великой из-за масштабов, а на деле она бесчеловечная, трагическая и поучительная страница истории. Не только белорусской, но и мировой. В 2021 году Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. И с тех пор список навсегда замолкнувших в неистовом пламени военного лихолетия деревень и сёл пополнился практически двумя тысячами неизвестными доселе местами. Сегодня, в Международный день освобождения узников контрационных лагерей, проводится это мероприятие для того, чтобы в очередной раз почтить память всех тех замученных, подвергнутых жестоким испытаниям и погибших наших мирных граждан в концлагерях, в гетто, в других местах принудительного содержания. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прокуратурой города Бреста проделал значительный объём работы, направленный на установление и закрепление всех фактов тех преступлений, которые были совершены фашистами в годы Великой Отечественной войны с мирным населением города Бреста. Нами осмотрено более 30 тысяч архивных дел в отношении граждан, которые возвращались из концлагерей, гетто, иных мест принудительного содержания для того, чтобы зафиксировать процессуальным образом, оформить и приобщить к материалам расследования уголовного дела о тех данных, о тех показаниях нечеловеческих условий пребывания в местах принудительного содержания наших мирных людей. Мы допросили, процессуально оформили показания всех оставшихся в живых в городе Бресте узников концлагерей, иных мест принудительного содержания, а также их родственников, которым было что-либо известно о тех нечеловеческих условиях, да, и тех испытаниях, которые выпали на долю наших мирных людей. Ежегодно 11 апреля у памятного знака двум тысячам расстрельных гитлеровцами мирных граждан у гарнизонного кладбища прошел митинг в памяти узников из фашистских концлагерей, тюрьм, гетто и иных мест принудительного содержания. Сегодня в Бресте проживают 89 малолетних узников концлагерей, и многие из них приходят в это место, чтобы вспомнить родных, друзей и своих освободителей. Пусть некоторые имена стерты временем из памяти, но чувство благодарности – та первая искорка надежды на возвращение домой прошла вместе с узниками через всю жизнь, отпечатавшись на израненном сердце. «Были эвакуированы в Германию из Ленинграда. Папа работал на военном заводе, у него была бронь, и его отправили в Куйбышев вместе с заводом. А мама и пятеро детей остались. Вспоминать трудно. И обычно из всех наших осталась я. Мне даже сейчас вот не с кем поделиться, рассказать, как я живу, как живут мои внуки, мои дети. Никого уже не осталось. Каждый ушел с болью в сердце». «Приезжают немцы, им нужны работники тоже, и везут всех к морю на палубу. Мама плачет, заливается слезами, я никуда не поеду. А немец говорит, мы тебя расстреляем, а дети будут работать на нас. Так мы оказались и на острове Рюген». «Папу призвали, папа в Брянских лесах, командир, нашу семью терзают, маму, у мамы трое детей. Вот терзают, две сестрички повзрослее, а я самая маленькая. Вот неделю, две маму терзают, выводят, возле ушей стреляют. «Где твой партизан, где твой командир?» Мама говорит, ну откуда же мы, я знаю, брянские леса-то большие. Я, говорит, не знаю, где он. Вот каждое утро выводят маму и терзают. Ну так вот, три недели протерзали, тогда Германию. Меня и маленькую, три годика, и маму». Сегодня нужно вспомнить героев, но не тех, о которых нам рассказывают учебники по истории. Нужно почтить память обыкновенных белорусов, которые, несмотря на огонь, воды и стальные прутьи решеток, несмотря на рабство и жалища, и укусы колючей проволоки, нашли в себе силы сохранить самый важный небесный дар – жизнь. И жить так, чтобы заботиться о малолетних узниках, а затем и победить страшные войны. В память об этих людях с большой буквы участники митинга возложили цветы. «Большое спасибо нашей Красной Армии, которая освободила нас, дала нам жизнь, дала вот эту прекрасную весну, цветы. Это они нас вернули, Красная Армия вернула нас к жизни. И мы благодарны, мы будем помнить всегда тех, кто отдал жизнь за это, за то, чтобы жили мы. Память о них будет жить вечно». И в тихом скверике, в строках Брестского поэта Николая Рудковского, на секунду эхом войны раздался голос узников, и канонадой отозвалась крепость. «Хиросима, бабий яр, освенцу, попел на ват, попел не молчить. Кто скажите, кто с нас хочет о смерти, стать одной чем в уголе, вы хиба не бачите у олива, побачь с вами тупо дремлит смерть». Мне казали, что мудрец молкливый. Я скажу, молкливый не мудрец. «Як молчать, коли над океаном, синий ветер с тронцием пропах. Як молчать, коли у кургана, не молчить холодный попел прах». Василий Напускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.